И здравствуйте, здравствуйте, за канал Максимадзе. И снова игра под названием «Вы нажмете кнопку». Короче, на чем... Ну, точнее, как на чем остановились? Ни на чем мы не остановились. Мы начнем, как всегда, с ваших дилемм, которые прислали вы. Дилеммы только на этот раз от Макса 10. Итак, первое. Произойдет что-то очень хорошее, но также произойдет что-то очень плохое. Это сложно. Это действительно сложно. И хотелось бы знать, в какой степени плохое. И, честно говоря, ну это как-то рискованно. А рисковать я в таких вот вещах не сильно люблю. Тем более в тех вещах, которые даже не знаю, поэтому скажу, пожалуй, нет. Экология и окружающая среда в идеальном состоянии. Да уж, вот этого у нас в Новосибирске очень не хватает. Вот очень не хватает у нас этого в Новосибирске вообще. Даже мой лучший друг кидает мусор на землю, а не в урну. Не о Лехе речь идет, естественно. Не о Лехе, а о кое-ком другом. В магазинах продают всегда хорошие и полезные натуральные продукты. Каждый человек заботится об окружающей среде и никогда не сделает для нее ничего плохого. Вот, кстати, я не знаю, хотите верьте, хотите нет. Но я всегда стараюсь за экологией следить. Никогда не кидаю мусор на землю куда-то, а всегда урну где-то ищу. Если урны поблизости нету, то я там пачку сухариков, чипсов, например, ем или там двиску не съедаю. Я в карман себе засовываю и выкидываю, из кармана достаю тогда и выкидываю, когда первая павшаяся урна находится. Все, что вредит экологии, никогда не будет использовано. Например, автомобили. Ага, будут эти. Электромобили будут, значит. Но компьютерными технологиями пользоваться запрещено в будущем через 20-100 лет. Что-то разница, огромные. Люди разберутся с экологичностью этих технологий, компьютеры все же будут разрешены, но немного изменен в виде, дабы не пострадала экология. Также появятся электрокары. Это автомобили, работающие на электричестве, а не на бензине. А, появятся. То есть через 100 лет. Но чуть позже. А что если я не проживу столько еще? Если мне предлагают это сейчас именно, то я бы отказался. Сейчас, к сожалению, сделать так, чтобы экология не портилась, невозможно. К огромнейшему сожалению, все-таки нужны человечеству автомобили, которые работают на бензине, иначе как по-другому. Вот все вот эти вот заводы, они, к сожалению, все выхлопа требуют от этого. Потому что как без этого? И на самом деле электромобили это все круто, но аккумуляторы, это все гораздо дороже, чем бензин. Какая-то вот американка, что ли, не помню как зовут, говорила, что, говорила как-то вот так, что она проехала из одного, из штата Мичигана до Вашингтона в прошлые выходные на электромобиле. Проезжала мимо всех заправок, и ей было настолько плевать, насколько дорогой на них бензин. И вот, а вот она не задумывалась ли случайно, что менять аккумуляторы на электромобилях, израсходованные, испорченные, настолько дорого, что проще купить новую машину. Существуют свалки этих электромобилей, к сожалению. Поэтому, увы, без этого никак, к сожалению, не обойтись в современном мире, поэтому придется сказать нет. Хотя экология, улучшить экологию это было бы реально круто, но, к сожалению, без этого, без технологии, к сожалению, никак. На 100 лет это слишком долго, да и 20 лет тоже много. Ты попадешь в далекое будущее, на дворе 3056 год. Виртуальная реальность буквально реальная. Человек может попасть в любую игру и выйти из нее в любой момент. Было бы, конечно, классно. На иросети роботы теперь работают вместо человека, а вот это уже плохо. Все в мире бесплатно, роботы привозят ресурсы из других планет разных солнечных систем. А они нам вообще нужны? Любой полет на любую планету будет быстрым и бесплатным. Люди не обязаны работать, в этом мире есть почти все. Но машину времени так и не изобрели и вернуться назад никак нельзя. Да, вот это вот плохо, потому что вот ты согласишься вот на вот это дело, а потом поймешь, не так уж это и хорошо. Люди совсем обленились, ничего не хотят делать. И это реально, это реально плохо. Все останутся еще больше, еще более чем непоседами. Тупо будут сидеть на одном месте, никуда не будут двигаться. Мы, люди вообще не захотят никуда ни с кем ходить. Это, это реально приведет к развалу человечества. И вообще ни к чему хорошему. Люди должны трудиться. Люди должны что-то делать, а не валяться на диване. Нейросети, нейросети, виртуальная реальность, это все, конечно, круто. Но нельзя допустить восстание машин в нашем человечестве. Поэтому тут я тоже отказываюсь, скажу нет. Ты знаешь все. Я серьезно, буквально все. Но о каждом, но ты, о этом. Ты знаешь о каждом человеке все, что он думает. Ты знаешь ответы на все вопросы. Мира люди могут даже не говорить тебе ничего. Ты все равно прочтешь их мысли, отвечу на все вопросы наперед. Предела возможности нет. Но ты предвидел всю самую главную катастрофу в будущем, которую можно избежать. Ты бросаешь все дела и бежишь ее исправлять. И ты это точно исправишь, ведь ты знаешь, как это исправить. Привет сказать всему человечеству о проблемах в будущем, чтобы объединиться и все вместе спастись. Для тебя больше нет. То есть самой старой, уютной, спокойной жизни. Но к такому готовым нужно быть. Если ты к этому готов как бы ощутить это и готов биться за благо человечества, то тут можно было бы согласиться. А я, к сожалению, не тот человек, который уверен в себе именно в таком деле. И кто знает, как отреагирую я и как отреагируют другие люди на то, что раскроется тайна о будущей глобальной катастрофе. Может быть лучше об этом не знать. Вот это спорный очень даже вопрос. Я даже не знаю, соглашаться или нет. Не знаю, я наверное скажу нет. Что-то я даже не знаю. Не знаю, как я бы на это среагировал. Пятое. Все люди мира начнут заниматься спортом, если они, конечно, могут. Желательно бы. Здоровый образ жизни будет у всех жителей земли. Компании, производящие вредные вещи, либо становятся банкротами, либо переделывают рецепт своих продуктов. Вот это было бы на самом деле действительно здорово. Вот действительно здорово. Люди начнут заниматься спортом, будет здоровый образ жизни. И действительно тогда это наоборот во благо человечества пойдет. И вот если чипсы, сухарики, они станут полезными, но главное, чтобы еще вкус при этом хуже не стал, то это было бы вообще офигенно. То это было бы просто офигенно. И это во благо человечества было бы просто. Меньше людей бы умирало, больше людей бы жило. Это реально было бы классно. А вот обратную сторону мы не прочитали еще. Но люди будут в два раза менее образованными. Вот это уже немножко в ступор ставят. Здесь, ну как-то тут тоже сложно пошло. Если ты действительно сам по себе хочешь здоровую жизнь провести, ты сам должен знать здоровый образ жизни. И стараться есть меньше вредной еды. Хотя, чтобы для наслаждения тоже иногда приходится. Но в два раза менее образованными, это насколько именно необразованными. А на нафиг же, скоро будут офигенные технологии, которые сделают их умнее всех. Так что, давайте я скажу да, потому что, в принципе, если люди начнут за ним здоровый образ жизни вести, хотя если они будут в два раза менее образованными, то в два раза как раз меньше шанс на эти самые технологии. Нет, слушайте. Нет, я передумал. Я скажу, пожалуй, нет. Не знаешь, если не понимаешь, не уверен, то лучше не соглашайся. И последнее. Ты можешь научиться правильно читать, не искажая слова, написанным в тексте еще. Ты будешь лучше понимать смысл текста, а также говорить хорошо без запинок. Но, чтобы научиться этому, ты должен осознать, что тебе реально нужно, а затем ты должен усердно работать на этом, и тогда цель будет выполнена, реальная дилемма. Ну, вот это, вот здесь, как бы, знаете, это не то, чтобы какая-то, нажимаешь кнопку, и тебе это далось. Это то, что ты как бы и без этой дилеммы можешь сделать. В любом случае, ты не научишься читать правильно, не искажая слова, не осознавая при этом, то, что тебе это реально нужно, и усердно работая над этим. Тут я скажу да, потому что в этой, это действительно, как бы правильно написано, и в этой дилемме смысла-то нет. Оно и в реальной жизни так, без этого никак. И это про любую цель вообще, просто может идти речь. А теперь переходим к игре. Итак, поехали. Первый вопрос. Вот синяя таблетка, есть еще красная таблетка. Вот синяя, что красная. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю смысл этого вопроса. Это дилемма, это не дилемма, я ненавижу матрицу. Помогите мне, люди, случайно приводят. Идите нафиг. Я нажимаю нет, я не понимаю вообще, что это такое. Матрица действительно, была одна синяя таблетка и была красная таблетка. И одна таблетка, это выбрать один путь. Вторая таблетка, красная, по-моему, синяя таблетка, это вернуться как бы назад, проживать те же самые сны, там вернуться обратно, к тому, что было. Я точно уже не помню. Я один раз всего лишь этот фильм посмотрел. Не очень что-то зашло, если честно. Какой-то, как-то там все перезамудренно. Ну и красная таблетка, это узнать, узнать всю правду об этом мире, там что ли. Я, честно говоря, нереально не все запомнил. Но это типа выбор. Но какой именно выбор, мне не предлагают. Мне не говорят. Поэтому не знаешь, не подписывай. Много раз уже это говорил. Можете взломать любую систему или базу данных, не оставляя следов. Но вас парализуют ниже пояса. Нет, извините. Здоровье дороже, пожалуй. Здоровье всегда дороже. А паралич, это ужасно. В любом месте ужасно. Все, что вы представляете, происходит. Но у вас нет контроля, каждый месяц, который вы представляете, каждая случайная мысль, беспокойство случается. Опять, если говоря, ничего не понимаю. Вот я хочу себе, хочу представить, что я там, я не знаю, с какими, пытаюсь представить, как я с родственниками некоторыми на какую-нибудь поездку отправляюсь об этом. Я это давно бы хотел, потому что с друзьями обычно ездим, хотелось бы с родственниками тоже. Типа, что бы нет. Я уже представлял, но не факт, что это произойдет в жизни. Но у нас нет контроля каждую мелочь, которую я представляю. Каждая случайная мысль, или беспокойство. Я ничего не понимаю вообще в этом вопросе, поэтому я пропущу его. И может быть, даже правильно сделал. У вас есть любые три желания, которые вы хотели бы пожелать, кроме большого количества желаний. А, ну это понятно. Логично. Каждая, каждое ваше желание будет иметь негативные последствия, которых вы не ожидали. Это тоже большой риск. Я думаю, не буду этого делать. Я желаю, чтобы не было негативных последствий. А, действительно, кстати, такого в разделе кроме такого не было написано. Это что? А если я нажму не будет негативных последствий, просто ничего может не произойдет. Хрен его знает. Я лучше не буду тоже подписывать. Сегодня вы выходите на пенсию, живете в обширном пляжном поместье на тропическом острове. Но дождь через день. Ну, дождь через день. Смотря какой еще дождь. Ну, если как бы... Ну, можно действительно денек посидеть дома, денек насладиться тропическим островом, пляжком, солнцем и так далее. В принципе, чего бы нет. я, наверное, соглашусь. В принципе, дождь, дождь он иногда нужен. Вы можете читать мысли людей, но вы можете читать только в течение 18 секунд, и после этого вы никогда не сможете читать из головы этого человека. но... не так... и толком мало чего полезного, если честно, дают. 18 секунд это на какого-то одного человека, а не на всех сразу, естественно. но... где-то это пригодится, наверное, может. Но главное рассчитать момент, когда это правильнее всего сделать. А так, в принципе, способность полезная я нажму да. Half-Life 3 выходит, но Гэлп Ньюэлл умирает после выхода. во-первых, я не являюсь фанатом Half-Life, не играл ни в одну часть, но в любом случае жизнь человека, она дороже. Она, в принципе, бесценна. Поэтому вот действительно тут стоит выбрать, что важнее, жизнь человека или Half-Life 3. Если вы нажмете да, то вы хрен забьете на этого Гэлпу. Да умирает на эпохрена вообще, срать, я на него хотел. И я же играю в Half-Life 3. Я радуюсь, а на него похрену. Нет, я так и сделаю. Я не скот, поэтому я то есть 60 процентов человек хрен забили на человеческую жизнь и нажали эту кнопку. Или подождите. Я ошибся, наоборот. 60 процентов не нажали кнопку. Господи, что я несу-то? 40 процентов хрен забили на человека, значит. Вы можете летать, но только черепашьим темпом. Темпом тут, наверное, имеется в виду скорость. Но да, почему бы нет, почему бы нет. в любом случае, это дает возможность тебе подняться на какое-то место, куда ты не можешь пешим подняться. В любом случае, хоть и медленно, но ты сможешь реально когда-то до чего-нибудь долететь. Вряд ли. Конечно, ты не сможешь что-то поймать с таким темпом. Улитки могут быстро летать, когда я их бросаю. Да, но тут это не имеется в виду, конечно. Но в принципе почему бы нет, я нажму да. Где-то может это пригодиться. Даже с таким недостатком. Вы можете все же, это все же лучше, чем просто не уметь летать. Вообще. Вы можете создать любую сумму денег, которая вам нужна в любое время, но каждый 1 доллар 20 волос будут расти на случайных местах в вашем теле. Мне когда похрену, если они будут мгновенно расти, то я могу кого-то напугать, конечно. Отвращение у кого-нибудь вызовет. А если медленно, то похрену просто вернусь домой и сбрею. Как-то вообще пофигу. Просто приду и сбрею мне похрену. Я нажму да. тут действительно а вот не совсем понял вопрос похоже я превратился в триллионер и тут же превратился в гигантское развивающиеся море волос. Да это точно действительно но вот я сначала не я сначала подумал что 1 доллар это который я потрачу будут волосы расти от этого ну не знаю схожу в ванну избрею я что-то не знаю пусть будет да пусть будет да давайте оставим так будем просто с осторожностью использовать это способность вы биологически бессмертны но вы не можете испытывать оргазмы но это как бы но если тут про секс имеется ввиду то я даже не знаю скорее всего мне для моего возраста это еще пока рановато я наверное скажу нет вообще хрен знает скорее всего для меня это невыгодно вы можете съесть самую лучшую пиццу на свете но каждый раз когда вы его едите вы теряете палец несколько дней он отрастает снова но смотря на сколько дней и какой палец вообще один ну я не знаю уж лучше потратить там 500 или сколько рублей на пиццу свою любимую ты так и просто ну потеряешь там 500 рублей за пиццей но не лишь но не но не получишь при этом какие-то неудобства я нажму нет пожалуй вы получаете 800 тысяч долларов но вы никогда больше не сможете мыть головы и вы не сможете носить что-либо на голове на старости лет может быть ему и сойдет а молодости точно нет скажу конечно скажу нет и очень много процентов согласны можете средства бы мы мышлены персонажа которые заходите но вы никогда не сможете заняться сексом и или выйти за замуж ну в моем случае жениться в одном из предыдущих выпусков такой вопрос уже был это в этом выпуске мы кстати втроем были с лёхой там еще с одним товарищем даниил это это уже был такой вопрос и и я там сказал что да почему бы нет не обязательно заниматься сексом ли уходить замуж тут написано встречаться а что если я хочу увидеть там просто не обязательно противоположного пола кого-то хотя тоже было но не обязательно но ты как бы получаешь как бы не навсегда же тут тут не написано навсегда навсегда как бы могу просто дружить встречаться ночью учебу нет вы быстро заживать от любой травмы но все травмы после заживления оставляют гротексные шрамы которые невозможно удалить ну как бы ну как бы я не знаю за как мы концу жизни слишком много шрамов таких будет что-то и это сильно изуродует нас давайте давайте отклоним это дело тоже вы можете телепортироваться по своему желанию но ваше тело мгновенно ощущается эффекты как если бы вы прошли это расстояние пешком в том числе и обезвоживание я чё даже не знаю но надо и вот можно это делать не нам на короткие расстояния и если вот ты идешь просто куда тебе доехать там нужно куда ты куда я обычно еду но нам пешком пешком тоже туда можно найти просто просто это долго но по чуть-чуть пострадаю это не до это не будет сильно долго я нажму если если тут имела если бы тут было бы написано бегом тогда я бы отказался потому что это я потому что у меня горло надорванное просто будет я я бы тут отказался так я нажму чубу нет где-то это пригодится бы могло главное не сделать телепорт в какую-нибудь другую точку страны иначе я точно дам просто упаду и встал вы можете вылечить любую болезнь по своему желанию но каждый раз когда вы лечите болезнь вы теряете важную часть своей памяти ну как-то я не знаю а если я забыл как дышать кстати да и рискованная не буду это делать даже обсуждать особо не буду у вас бесконечное количество денег вся электроника чиза это новую не купишь ну и на что мне тогда тратить деньги если на только на жертву что нет извините без технологии нельзя и 76 процентов людей согласны со мной вы можете встретить любого мертвеца которого захотите вы будете стареть два раз быстрее но как бы мертвого человека здесь здесь имеется ввиду что вот даже в моей жизни есть такой такой человек это тот самый родственник супруг двоюродной бабушки которую которого я целых восемь лет хотел увидеть последний раз я увидел в январе 2015 года и в прошлом году он умер я его так и не успел ни разу за это время встретить хоть увидеть увидеть хотя очень хотел и но я на похоронах его естественно видел но это не одно и то же что встретиться с ним совершенно а так в принципе если бы мне бы дали бы шанс увидеться с ним я бы им воспользовался и и это было бы реально интересно но будете стареть два раза быстрее вот два раза быстрее это я получается проживу не 100 лет а 50 ну здесь тогда уже меняется дело полностью все таки к сожалению мир так устроен что люди рождаются и люди умирают тут ничего не поделаешь приходится с этим смириться и но умереть на 50 лет или сколько там раньше тема я доживу без в обычном режиме то как-то невыгодно я откажусь пожалуй и это ну это действительно 82 процента но некоторые наверное еще некоторые скорее всего даже не совсем пони многие люди скорее всего еще не не до конца не совсем поняли вопрос по праве мертвеца и скорее всего здесь тут имелся ввиду тот человек которого который вот умер я его больше никогда не вижу я бы хотел его увидеть а тут люди наверное имели ввиду что-то ужасное раз мертвые и вот реально и я как понял так и ответил но в любом случае я нажал нет потому что стареть два раза быстрее мне невыгодно и возможно в этим людям всем тоже у вас есть возможность перевоплотиться в любое животное с которым вы пожелаете стать после смерти но каждые пять дней которые вы используете вы будете умирать самым худшим из всех возможных способов например варить лобстера да а что если я превращусь а а если я пожелаю ну вот варить лобстера я же не буду желать стать лобстером я же не хочу рыбы это становиться может быть я котиком стану не знаю но каждые пять жизней которые вы используете ну не знаю сложно честно говоря я не знаю я нажму да в принципе пять раз ты умрешь ну пять раз это умереть довольно таки не так уж и легко лучше иметь чем не иметь действительно почему нет вы можете получить любую видеоигру или консолью которую захотите но вы можете играть в видеоигры не более 30 минут в день не знаю мне этого крайне мало и мне этого даже не хватает для за для того чтобы записать видео для меня это лично не подходит а вот детям маленьким в принципе могло подойти это действительно ограничение было правильное родительское но вот если касательно любое видеоигры то только если это и не это и не игра для взрослых так вы можете говорить на любом языке которым захотите но вы не можете говорить на основном языке страны которую находится что-то много зевая но очень много похожих вопросов было уже я на него не буду отвечать для меня а мой язык который я у меня родной язык это русский а я нахожусь в россии большую часть двоя вообще никогда страну не покидал я хочу сказать поэтому я чё перестану по-русски же в той стране которой больше всего нахожусь извините мне это точно не подходит поехали дальше вы станете одним из лучших певцов на земле на земле на уху станете худшим танцором на земле ну а что если я вообще танцевать не собираюсь зато я буду классно петь я могу песни записывать почему бы нет это классно давайте я нажму да что если я просто не буду танцевать пофигу спать с привлекательной женщины каждую ночь но у тебя нет калине нет 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 я даже обсуждать это не буду спать с привлекательной женщиной и желательно и желательно чтобы это возлюбленная была не просто какая-то левая крайне привлекательна женщина извините я уже сплю с привлекательной женщины каждую ночь привлекательной женщины это я почему-то но на ну хотя б с коленями вы получаете 10 миллионов долларов опять про деньги что много вопросов про деньги но деньги изымаются у многих бедных людей по всему миру то есть в таком случае я стану каким-нибудь олигархом таким олигархом нал и налоги из бедных людей и просто пойдут ко мне в карман как и как это реально происходит с многими олигархами в россии действительно в этих людей репутация довольно дурная них а я не хочу иметь дурную репутацию я и нажму нет это подойдет только для тех кого интересует только бабки другие люди не интересуют о стать стать политиком вот да вот как раз таки у них то же самое можно сказать вы станете величайшим разработчиком игр всех времен но ваши игры будут контролироваться продаваться и производить производится electronic arts games только нога если там будет указано если там я буду указан как автор то почему бы нет и если прибыли естественно с этого получу то почему бы нет а если на меня если у меня electronic arts украдет игру и выдаст это за свою то это плохо тут непонятно если честно но с другой стороны даже если я в любом случае с этого что-то плохого не получу потому что я я создам крутую игру и сам могу наслаждаться я нажму да во всяком случае ничего плохого в этом вопросе не предлагается короче вам бы все пахло вкусно но вы будете менять пол каждый раз когда чихаете идти нафиг пожалуйста нет я против трансгендеров хотя может быть тут не совсем это имело следу вы можете заниматься сексом с кем угодно но давайте-ка я пропущу этот вопрос ненавижу такие вопросы вы можете принести мир и счастье через всю вселенную но вы должны пожертвовать собой никто не узнает что вы это сделали не знаю я к такому не готов пожалуй извините хотя можно было бы стать героем правда про которого никто не узнает вы получаете военные пенсионные пособия без необходимости работать в армии было бы классно очень но вы должны пройти морскую предподготовку в течение полных двух лет военные пенсионные ну два горного отслужил два года в морской переподготовки и ну и чё зато это будешь потом военные военную пенсию получать хорошую почему бы нет нажмем да впрочем морская подготовка как-то не для меня но я думаю многие люди бы нажали действительно да давайте еще три вопросы и перейдем к моим делем вам их традиционно будет три тоже вы будете получать 80 процентов зарплаты били билла грейтса ничего не делая но вы должны почти подложить зубочистки и под ногти на ногах и ударить ими в оси кирпичности ни один за другим я даже не хочу представлять насколько насколько я даже не хочу представлять как я это почувствую на себе какие какие тяжелейшие травмы и от этого получу ну ладно ладно травму во первых адскую боль во вторых кирдык придет как зубочистки так и ногтям моим и пальцем и я просто она того не стоит она того абсолютно не стоит я нажму нет она если зубочистки боком если блоком туда если если боком тому туда тогда ничего не тогда да ничего бы страшного бы не случилось но тут скорее всего имеется ввиду именно положить их положить их прямо вот у меня зубочистка тут стать лежит надо будет выбросить потом вы на вы остановите вообще национальное здравоохранение правительство приостановит работу в результате чего тысячи людей останутся без крово опять непонятный вопрос для меня его пропущу и про а я кстати угадал это правильное было решение нажать нет вы можете предсказывать будущее вы можете увидеть свою собственную смерть и избежать этого нельзя но почему бы нет почему бы нет правда в будущее она все равно может измениться как бы это оно не было но почему бы нет я нажму да пожалуй и чем бы нет ну и последний вопрос на сегодня любая болезнь во всем мире настоящее будущее внезапно станет излечимой но всеми болезнями можно заразиться они распространяются же легко как и простуды вообще всеми любой болезнью может заражаться и есть много болезней которые не заражают которыми не заражаешь не очень-то выгодно я нажму нет пожалуй а отлично теперь мы переходим к моим традиционным трем делям как на которые будете отвечать вы в комментариях итак первая дилемма это у вас не будет аллергии ни на что но если вы заболеете каким-либо заболеванием вы будете лечиться в два раза дольше чем обычно отвечайте на этот вопрос вы будете лечиться то есть вот я простудился и там недели две или три лечусь а мне придется лечиться чуть больше месяца зато ни на что не будет аллергии типа тут решайте решайте сами согласны на такое или нет мне пока сложно решить помогите мне так сказать второе дилемма вы не чувствуете боли вообще не чувствуете боли но однако это не делает вас не восприимчивым к травам в том числе и смертельным то есть вот например я не знаю мне прививку делают в руку или там этим пером прокалывают палец чтобы кровь меня взять и я не почувствую от этого боли но тем не менее даже вот и типа вот ты упал стан со второго этажа или с третьего ты не почувствовал боль однако ты все равно сломал ногу и вот решаете готовы ли вы к тому что вы можете получить травму которую вы не почувствуете это ска может сказаться реально на здоровье но вы можете также быть и осторожен не получать травмы просто как бы не почувствуете более новый но травм вы все равно можете увидеть вы только боль не по не почувствуете а так тоже решайте как поступить и последний дилемма вы можете позвонить в любую вообще точку мира не опасаясь потерять кучу денег с баланса просто роуминг же есть когда там даже другой регион не обязательно в другое место позвонишь списывать гораздо больше денег однако минимальная цена за которую вы платите на баланс свой увеличится в три раза вот то есть я когда на теле 2 себе кладу в баланс у меня до минимум на сайте минимальная стоимость которая могу положить это 100 рублей собственно 100 рублей я и кладу мне этого хватает да на довольно долгое время а если вы нажмете кнопку то минимальная сумма будет 300 рублей ну или с ну или короче на 3 в три раза больше чем вы обычно платите в общем вот такие вот три дилеммы это тоже все мои дилеммы которые задавал в предыдущих выпусках и вы тоже на них давали ответ в комментариях на сегодня все с вас подписаться с меня эпичные видосы можете нам в комментариях с придумать свои дилеммы и написать их мне да я на них отвечу но чтобы я на них обязательно ответил пишите их обязательно именно под этим роликом именно под этим роликом чтобы я точно ни одного ни одной не пропустил и на все ответил подписывайтесь на блоговый канал и вступайте в ВКонтакте. Всем пока.